Эффективная система диалога с народом Мирзеев организовал народные, виртуальные приемные и выдвинул идею Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу И сегодня наиболее ярко видны позитивные перемены в жизни людей О запросах и проблемах которых глава государства знает и принимает все меры по их своевременному и комплексному решению Раньше я три года ходил, чтобы включить филиал 21-й школы в программу После моего обращения второе его здание из восьми комнат построили за 40 дней в 2020 году Смотрите, какая разница в подходах к решению таких вопросов Разница большая, небо и земля И важным механизмом в этом процессе выступают, по моему мнению, общественные приемы, проводимые на местах Деятельность, иницированная руководителем страны, направлена прежде всего на полное обеспечение конституционных прав и свобод соотечественников Реализацию принципа «человек-общество-государство» Созданная по поручению главы государства, республиканская рабочая группа продолжает свою работу в Самаркандской области То есть для решения тех или иных проблем нет надобности ездить в столицу Руководители министерств и ведомств организаций сами приезжают на места и вникают в суть волнующих населения вопросов Другими словами, не народ служит государственным органам, а государственные органы служат народу На организованных республиканской рабочей группой, возглавляемой советником президента по вопросам защиты прав граждан И работы с обращениями общественных приемов в городе Самарканди и Каттакурганском районе Рассматривалось и решалось множество вопросов, относящихся к судебно-правовой, социально-экономической сферам С которыми обращались также жители близлежащих Пасдаргамского, Нурабадского, Нарпайского, Самаркандского, Пахточийского районов В рамках организованных городскими и районными судами по уголовным делам выездных судебных заседаний Рассмотрены дела находящихся под контролем отдела пробации органов внутренних дел 37 лиц Ряд из них освобожден от отбывания наказания условно-досрочно Остальным наказание заменили на более их легкие виды Бунет Рузиев и Рамазон Мукимов из Пахточийского района были приговорены судом к ограничению свободы сроком на 4 года Часть данного срока отбыли, встали на путь исправления Сегодня благодаря гуманной политике государства получили большую возможность для того, чтобы выправить свою жизнь Наше обращение получило свое положительное разрешение Теперь не будут повторяться прежние ошибки Я сделал для себя правильные выводы и постараюсь быть полезным как своей семье, так и обществу в целом После возмещения супругом Мастуры Муродовой, нанесенного ущерба имуществу В отношении него назначили наказание, не связанное с лишением свободы Решен ряд обращений касательно исполнения судебных решений Так, Умит Рахматов из Катагургана, выплатив алименты за три года, попросил отменить примененные в отношении него ограничения Вопрос был решен на месте Ойгуль Имомова из Нарпайского района, которая одна воспитывает троих детей Во время предыдущих общественных приемов просила помочь в ремонте жилья При содействии второго сектора района за счет внутренних возможностей Семье построили дом из трех комнат Сегодня же женщина пришла поблагодарить за это и получит к тому же швейную машинку для обеспечения самозанятости Сама атмосфера открытых диалогов наиболее ярко передает настроение людей После обращения 25 лиц получили гражданство Республики Узбекистан Им вручены ID-карты А ведь сколько лет пришлось ждать этого волнительного момента Рано Азимовой, например, 30 лет Для Фрускаримовой 27 лет Но для Азимуродовой 21 год И это не просто временной отрезок, а, казалось бы, бесконечное ожидание И благодаря сегодняшнему времени, времени больших перемен воплотились в жизнь их надежды и мечты После обращения проживающей в сходе граждан Махалису Фуалойер города Катакургана На Сибы Мавлоновой На центральной улице имени Амира Тимура установили соответствующие дорожные знаки Ограничивающие скорость движения автотранспортных средств Решилось немало вопросов, связанных с выделением банковских кредитов Предпринимательством, ремонтом дорог, коммунальной сферой В частности, Соджиде Ишбоеве из Катакургана выделили банковскую суду Для расширения своей деятельности по выращиванию цветов А Замире Давлятовой из Пахтачийского района Оказали содействие в получении ипотечного кредита на 146 миллионов сумм Три года занимается производством мебели Исанат Рузиев из Катакургана Которому также выделили кредит в размере 50 миллионов сумм Средства будут направлены на дальнейшее расширение предпринимательства Другой предприниматель Анвар Хонкильдиев Обратился с просьбой продлить сроки погашения кредита Вопрос был также решен положительно Алиджону Файзиеву и Эльдору Беккулову из Пахтачийского района Выделят на основе кредита моторулеры для перевозки грузов Во время беседы с ответственными лицами Комитета по автомобильным дорогам и Министерства по чрезвычайным ситуациям Мардон Йовкочев из Катакургана попросил решить вопрос Дело в том, что приостановлен ремонт моста Который связывает между собой Кмахалючуянчи и Кишлак Арабхона Созидательные работы продолжались вплоть до конца декабря прошлого года С нового года строительство остановилось Несколько раз обращался по этому поводу в Хакимиат К дорожным строителям, но никакого результата нет Сейчас выйдем непосредственно на место Изучим вопрос вместе со специалистами и дадим конкретные заключения Данный вопрос был изучен с выездом непосредственно на место С участием специалистов Со стороны областного главного управления по автомобильным дорогам Мост будет отремонтирован до конца сентября этого года И приведен в надлежащее состояние На основе обращения проживающего в сходе граждан Махали-Бешкент Катакурганского района Нормомата-Гадоева Покрыли гравием внутренние дороги села Мамадий Ортолиев из Катакургана попросил ответственных лиц Помочь в ремонте 13 километров дорог в Махале-Джизмонсой Айргаш Тухтамышев в асфальтировании дороги на улице По данным вопросам определены конкретные сроки и ответственные лица Руководитель агрофирмы Чертера Агротех Самаркандского района Шерзот Улухов Попросил представителей Министерства водного хозяйства Оказать практическую помощь в очистке коллекторов Обращение было изучено с выездом на место В результате чего привлекли необходимую технику И приступили к практической работе в этом направлении Наше обращение решено положительно И сегодня же привлекли технику для очистки полутора километрового коллектора Что улучшит растительную систему на площади 80 гектаров Спасибо После подобного обращения Шухрата Хайдарова Из селения Джумабой Каттакурганского района Проведена очистка межхозяйственного коллектора Сарьяскуль на протяжении 1 километр 500 метров На основе предыдущих обращений Жители Махали-Самарканд Пасдаргомского района Наладили курсирование 8 современных микроавтобусов В направлении Джума-Самарканд Постоянно ездить на такси дорого Передвижение на автобусах занимало очень много времени Теперь наши проблемы решили И по этому маршруту будут курсировать современные микроавтобусы Что создает большие удобства для пассажиров Все очень рады Неприятные запахи, которые издавало производство масла В Агдаринском районе Вызывали обоснованные недовольства среди населения Потому деятельность предприятия была временно приостановлена За это время на нем построили очистные сооружения И подключили к канализационной сети города Самарканда Оформили необходимые экологические нормативные документы На общественном приеме руководство предприятия Попросило представителей Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Дать разрешение на продолжение деятельности Обращение было изучено непосредственно на производстве И после того, как ответственные лица удостоверились в том, что все соответствует нормам Оформили соответствующие документы На основе обращения Орифа Элибоева из селения Алиджонка Токурганского района обновили насос питьевой воды в кишлаке А после обращения проживающего Махали Агрон Пасдаргомского района Хосинедина Умарова Устранили неполадки водонапорной башни После обращения к ответственным лицам акционерного общества Узбек Телеком 130 домохозяйств Махали Кавола Самарканского района Подключили к сети интернет В рамках общественных приемов Ответственные лица акционерного общества Худут Гастаминот Наряду с рассмотрением обращений организовали презентацию обогревательного оборудования Работающего на альтернативных источниках энергии Многие граждане решили приобрести его Которые способны, получая энергию от солнечных лучей В сутки нагревать 200-300 литров воды А ведь это не только удобно, но и экономит ресурсы Потому у местного населения интерес к этому только растет Студент Самарканского государственного университета Илья Джураев Воспользовался поддержкой оказываемой данной категории граждан В плане погашения учебного контракта Решились также подобные обращения Магистранта Самарканского филиала Ташкентского государственного аграрного университета Одыла Хасанова Обучающихся в Самарканском государственном университете Латуафат Улашевой и Михаила Кочнева Нуждающихся в социальной защите Студентка Самарканского государственного университета Гульджахон Мардонова Не могла платить за проживание в общежитии И у нее появилась задолженность После обращения нуждающейся в социальной защите девушки Решился вопрос погашения данных средств Из внебюджетного фонда вуза Мирзу Акуличев из схода граждан Махали Себестон Катакурганского района попросил ответственных лиц оказать содействие в строительстве спортивного зала для учеников 67-й общеобразовательной школы, оснащение ее дополнительным инвентарем. Вопрос изучили с выездом на место, и строительство спортзала будет включено в инвестиционную программу. Также коллективу школы передали художественную литературу и спортивный инвентарь. Мы довольны нашим президентом, который проводит такие реформы, и остаются без внимания даже самые отдаленные села. Десять лет назад, к примеру, мы и не знали, куда обращаться, кому обращаться с нашими проблемами. Некому было выслушать нас. Последние годы в корне изменили ситуацию в этом отношении. Что воодушевляет нас? Мы обратились по поводу строительства спортзала. Ответственные лица пришли и изучат вопрос на месте. Мы очень рады. На основе таких же обращений разработаны предложения по включению в соответствующие программы вопросов по строительству дополнительного здания для 88-й и спортивного зала для 75-й общеобразовательных школ. У нас есть специалисты, которые выйдут на место и изучат вопрос. Внесем его в инвестиционную программу. Построим и спортзалы, и здания. После обращения восстановили аттестат об окончании в 2018 году 46-й школы Пасдаргомского района Замира Хамидова. Проживающая в Махалидаргом города Самарканда Хабиба Маматкулова попросила помощь в излечении 34-летнего сына Сухроба Розубоева. Представители областного хакемиата изучили обращение, на основе чего больному дали направление для проведения бесплатного хирургического вмешательства по трансплантации почки в научно-практический медицинский центр хирургии имени Академика Вахидова в столице. Рекомендовали центр имени Академика Вахидова. Там и проведут операцию. Все образуется. Я верю в это. Проживающая в городе Каттокургане Елена Маманьозова также воспользовалась поддержкой. Для проведения сложной операции из фонда Государственного комитета семей и женщин для этого выделят необходимые средства. Зилола Зугурова из Пахтачийского района попросила оказать материальную помощь для лечения родившегося в 2011 году сына, у которого больные глаза. Вопрос решился положительно. Также состоящим в железной, женской и молодежной тетрадях соотечественникам передали инвалидные коляски, ортопедические изделия и средства реабилитации. На основе обращения проживающей в сходе граждан Махали Андок Каттокурганского района Ордигур Самандаровой, ее сестре Гульмере Самандаровой, которая одна воспитывает троих детей, выделят субсидию для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Это уже второй такой открытый диалог за последние два месяца. В течение нескольких дней, если надо, на основе системы Ханаданбай изучают и решают проблемы людей. Оперативно реагируют на каждое обращение. Посмотрите, сколько людей пришло на общественный прием. Я уверен, что 80-90% из них решат свои проблемы. Есть и некоторые вопросы, требующие дополнительных сроков. Получат разрешение и они. По завершению общественных приемов заслушаны отчеты ответственных лиц, министерств, ведомств и организаций, руководителей секторов относительно работы с обращениями. На основе критического анализа определены задачи с конкретными сроками по своевременному и глубокому изучению обращений и доведению их до логического конца. Редактор субтитров А.Семкин